Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Александр Сергеенко. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, клирик храма святых Кирилла и Мефодия, Украинской Ужгородской Богословской Академии имени святых Кирилла и Мефодия, Московский Патриархат, врач-специалист в области организации здравоохранения, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Мир и Божие благословения, дорогие телезрители! Наша сегодняшняя тема – «Как избавиться от страстей?» Батюшка, предлагаю сегодня обсудить, так сказать, основные страсти, которые терзают многих из нас. И первый вопрос – какие духовные советы для бросающих курить? Спасибо за вопрос. Действительно, вопросы избавления от таких вот страстей, как курение, возникают у многих людей. И очень болезненно, когда видишь православного человека, который даже, бывает, подходит к чаше, но от него пахнет вот этим вот сигаретным дымом, потому что такой человек иногда удостаивается, казалось бы, и соблюдать пост перед причастием, и как бы вычитать и молитвы, но вместе с тем затянуться перед тем, как прийти в храм Божий, соответственно, покурив. И такой человек, естественно, не допускается до причастия. Кроме того, на такого человека накладывается эпидемия, которая должна всё-таки при помощи духовного такого средства, воздержания, молитвенного правила образумить человека, чтобы он знал святость того момента, который бывает при причастии. Поэтому, естественно, я сейчас дам несколько пастырских советов. И эти советы, они будут, прежде всего, зиждиться на Священном Писании, потому что жизнь православного христианина, она всё-таки зиждется на Священном Предании, Священном Писании, Свято-Отеческом наследии нашей Церкви. Поэтому мы должны, конечно же, руководствоваться вот этими и документами, и, прежде всего, христианским духом церковным. Очень много людей хотят бросить курить. И, естественно, человек, который очень сильно желает этого, то он может избавиться от этой пагубной привычки. Прежде всего, нужно помнить первое послание Коринфянам, это 10 глава, 13 стих. В ней говорится, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». А курение, как грех, это искушение, конечно же. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть, действительно, эти слова апостола, как никогда и как нигде, наверное, очень хорошо вписываются в эту канву, когда человек хочет избавиться вот именно от своей страсти курения. И человек, который хочет вообще избавиться от любой страсти, он должен прибегать, прежде всего, к тем действиям, которые заповедал нам сам Господь Иисус Христос. Пост, молитва, воздержание, богомыслие, да, то есть это такие средства, которые помогают нам сблизиться с Богом. А Бог, как мы знаем, своих никогда не бросает. Первое, то, что нужно сделать человеку, который пытается бросить курить, это нужно исповедовать и понять, что курение — это прежде всего грех. Дело в том, что очень много людей не понимают того, что курение является грехом, и они думают, что это является какой-то злой привычкой, что эта привычка может действительно вредить здоровью, потому что сейчас, в принципе, люди более-менее грамотные. Тот, кто умеет пользоваться интернетом, может посмотреть о вреде курения, причём на телеэфирах, в различных медицинских передачах показывают вред этого пристрастия. И, естественно, всё медицинское сообщество призывает тому, чтобы люди даже по медицинским показаниям, не говоря уже о духовных показаниях, избавиться от этой пагубной привычки пристрастия. С точки зрения духовной — это пристрастие, с точки зрения медицинской — это привычка. Но вместе это и пристрастие, и привычка направлено на то, чтобы разрушить человеческую душу и через разрушенную душу разрушить тело человека и привести его к болезни и смерти. Грех, как мы знаем, — это вот этот ряд, да? Совершение греха ведёт за собой болезнь, а болезнь приводит к смерти. И человек должен понять это и исповедать то, что это грех. То есть убрать такую вот анозагнозическую инертность, непонимание. А те люди, которые даже хотят не понимать это специально, как бы хотят одеть розовые очки и подумать, что на авось прокатит, то эти люди должны тоже понимать, что на авось не прокатит, и они тоже пострадают от последствий этого табакокурения, повредят себе и душу, и повредят себе тело. Вот этот вот грех, он оскверняет тело, которое есть храм Божьего Духа. Мы уже неоднократно говорили об этом, но человек должен помнить это, он должен вот своей христианской душой это понять, воспринять, впитать в себя. Это должно преобразить в нём. Что-то должно, как говорится, щёлкнуть, чтобы человек наконец-таки понял, что это ему не нужно. И человек, который совершает любой грех, в принципе, бывает, присыщается этим грехом, и у него действительно внутри что-то щёлкает, и он больше не хочет совершать этот грех. Он понимает пагубность этой привычки, он понимает бесполезность этой привычки, он понимает, что это пристрастие, и эта привычка приводит его в какую-то пустоту, духовную пустоту прежде всего. И человек не получает от этого наслаждения. И естественным образом он может от этого избавиться. Человек, конечно же, должен прежде всего руководствоваться тем, что в нашей жизни помогает нам во всём Господь наш Иисус Христос. Мы не должны стесняться к Нему обращаться, мы не должны как-то бояться к Нему обращаться. Дело в том, что не существует посредника между человеком и Богом. И священник не посредник ни в коем случае. Священник, когда совершает таинство, когда он принимает исповедь, он всего лишь свидетель. То есть на страшном суде, когда Господь будет спрашивать человека, вот священник, который отпускает грех, который прощает человека, который беседует, даёт те или иные пастырские советы, будет также нести ответ перед Христом. И он будет свидетельствовать, да, Господи, я дал этот совет, или нет, Господи, я говорил совсем по-другому. Поэтому здесь мы должны понимать вот эту параллель. Человек напрямую общается с Богом, конечно же, своей молитвой сам. Церковь учит, как это делать. Церковь учит, как правильно это делать, так, чтобы Господь слышал наши молитвы, и человек не общался, допустим, с потусторонней силой, не воспринимал эту силу как божество, и соответствующим образом при правильном подходе к молитве получал просимое. Поэтому, естественно, молитва, усердная молитва Господу Иисусу Христу, к заступнице усердной Богоматери, к святителю Николаю Чудотворцу, к святым Амбросию Оптинскому, это такие вот молитвенные предстатели перед престолом Божьим. И душевное, духовное обращение, мысленное обращение, сердечное обращение, оно, конечно же, делает очень большие дела. Не нужно чураться, так сказать, или внезводить в ранг суеверия использование священных предметов, то есть икон, крест, свеча, ладан, иконка дома должна, перед которой теплится лампада, жилище должно быть окропляемо, пища должна быть окропляема, должен человек принимать святую воду, то есть он должен получать вот эти вот благодатные дары Духа Святого посредством видимого такого вот приобщения к ним. Святой Елей, Просфора, Антидор, само Святое Причастие, всё это приобщает нас к Богу, делает нас ближе к Богу. И таким вот образом происходит вот это вот преображение, трансформация. Человек, который действительно хочет избавиться от этого, естественным образом он получит это исцеление. Нужно относиться к этой привычке соответствующим образом, так как к греху и понимать, что следующее возвращение к этой привычке, оно будет только усугублять наше состояние и действительно может привести к очень таким вот громким болезненным последствиям. Молитва, она должна быть, конечно же, прежде всего сердечной. Молитва должна быть такой вот целеустремлённой и целенаправленной. Мы должны знать, что мы хотим получить в молитве. Мы должны знать, к кому мы обращаемся. И мы не должны представлять механизма передачи или приёма, трансформации этой молитвы вот на том конце. Мы должны к Господу обратиться. Но мы не должны думать, услышит нас Господь или не услышит нас Господь. Потому что это дело Божие. Господь может послать какое-нибудь искушение для того, чтобы человек приблизился к Нему. Причём Господь сказано, кого любит, того и наказует. И бывает, попускает различные искушения, чтобы человек всё время говорил, Господи, помоги, Господи, помилуй. И в своей жизни, я очень часто так говорю, не бывает дня, чтобы несколько сот раз не попросил Господа помощи, чтобы не попросил Божьей помощи и Божьего благословения на то или иное действие. Потому что, в принципе, человек без Бога ничего не может сделать. И Господь хочет вот каждого человека приблизить и вот прилепить к себе, чтобы человек получал прежде всего духовное наслаждение. Духовное наслаждение может восприниматься не совсем душевными людьми, так как оно должно восприниматься в истинном таком плане, в плане радости общения человека с Богом. Это, конечно же, очень часто бывает и мистическая сторона духовной жизни человека. Туда тоже не нужно погружаться. Но каждый человек должен знать, что с Богом нужно быть искренним. Не нужно к Богу обращаться через кого-то. То есть не нужно, как бы вам сказать, возлагать надежды на тех людей, которые, допустим, ну они помолятся, и церковь помолится, но нужно обращаться к Богу и самому. Потому что, в принципе, бывает не работает вот эта вот система, когда человек и туда записку даст, и туда записку даст, и там попросит помолиться. А сам-то ты что делаешь? Понимаете, Господу нужно не многословие, не сколько раз его попросит. Господу даже не важно, кто его попросит. Вот кроме Божьей Матери, если Божья Матерь попросит у него, он, конечно, её всегда слышит. Но ему не важно, кто будет просить. Ему важно сердце, открытое сердце, обращённое именно к нему, и тогда Господь слышит, исправляет человека через искушение, через болезнь, через какое-то, может быть, страдание. Но вместе с тем Господь слышит и обязательно приведёт такого человека ко спасению. Мы должны знать, что курение табака — это очень сильная привычка, прежде всего физическая, потому что человек получает от этого удовольствие. Удовольствие химическое, потому что в табачном дыме, мы уже говорили об этом, содержится очень много веществ, которые оказывают на человека такое вот наркотическое подобное действие. И человек, получая удовольствие, вместе с тем привыкает к этому делу. И действительно человеку хочется что-то покурить. Ему даже иногда не важно, что он покурит, какой дым получит, получит ли он там никотин. Конечно, он будет искать этот никотин, этот состав дыма, но сама привычка, то есть даже карандаш он может во рту держать. А сейчас в медицинских таких вот кругах есть люди, которые пытаются бросить курение посредством мундштука, допустим. Сосуд воздух через фильтры никотиновые получают вот такое вот наслаждение. Но, как видите, рот должен занять такого человека обязательно чем-то. Ну, конечно же, можно занять рот конфет какой-нибудь, ну, чтобы конфеты немного съедал человек, но допустим, какую-нибудь карамельку там или леденцы, те же аптечные для смягчения горла, он может занимать свой рот таким вот способом. Но вместе с тем человек должен понимать, что проблема — это духовная, и духовные проблемы необходимо всё-таки решать духовными методами. Это молитва, это пост, это воздержание, это понимание, это избавление от этой инердности, анозагнозии, ну и естественным путём приложение своих сил и средств. Если необходимо использовать медицинские средства, медикаменты, ну, конечно же, нужно их использовать. Если врач-нарколог предлагает использовать какую-то проверенную методику, то необходимо это делать. Но бывают случаи чудесных исцелений, их очень много. Мы сами с вами были свидетелями, то, что люди сами звонят и говорят о том, что были такие вот случаи с ними в жизни, и они прощались, в общем, с этой пагубной привычкой. Как можно избавиться от зависимости игромании? Действительно, игромания — это очень сложная зависимость. Дело в том, что здесь уже к человеку можно и не придраться. То есть в кармане у ребёнка сигареты можно не найти, таблетки какие-нибудь можно не найти, да, и не найдёте. А человек бывает увлечён вот такой вот духовной, прежде всего, зависимостью. Причём эта духовная зависимость обращена в сторону зла. И таким человеком, я вам могу сказать со стопроцентной уверенностью, таким человеком всё-таки руководит бес. Потому что если игромания развивается у ребёнка, то, в принципе, такой ребёнок может доставать деньги, потому что если у него дома нет компьютера, то существуют клубы различные, да, которые предоставляют, допустим, аппарат для получения этого удовольствия. И человек может, ну, эти деньги, ребёнок, неправильным путём получать. И вот эта зависимость, она настолько сильная, что человек не осознаёт последствий того, что где он деньги взял, что с ним потом будет, как ему отвечать. Ему главное — получить вот этот вот, не то что адреналин, а эйфорию, наслаждение от игры. И здесь вот это такое тоже наркотическое действие этой игры, оно руководствуется, прежде всего, поддержкой тёмных сил. Это, может быть, кто-то воспринимает и с улыбкой на лице, но зависимость — это действительно духовная. Поэтому к этой зависимости нужно обращаться тоже духовными методами. Сегодня в классификации Всемирная организация здравоохранения это является зависимость ещё и болезнью, потому что, в принципе, есть даже нозологическая единица такая вот. И, в принципе, это психиатрический профилечения, психологический. А если у человека есть какие-то более глубокие повреждения психики, личности, то уже более серьёзные методы лечения существуют. Но нужно к этому относиться очень серьёзно и аккуратно. Допустим, если страдает этой зависимостью ребёнок, то родители очень часто такого ребёнка бьют и думают, что вот этим вот они у него отобьют это желание играть. Нет, ничего не получится. Бывает, забирают этот компьютер, либо ограничивают выход на улицу. Но такие дети начинают проявлять вот эту вот зависимость, она у них трансформируется в другую, более какую-то жестокую зависимость, либо в какой-то более другой изощрённый грех. Понимаете? Такие люди могут даже в попытке самоубийства быть у детей, они могут спрыгнуть, повеситься, вскрыть вены. То есть это будет протест такой. И действительно, если смотреть духовными очами на это, то получается, что те бесы, которые у него уже сидят, в его избу входят и ещё пара десятков бесов, которые уже его тянут в разные стороны. И такой человек в прямом смысле просто могут его разорвать на вот эти части, изранить его душу и таким образом привести ребёнка к погибели, и духовной погибели, и физической погибели. Поэтому к этому надо очень строго и очень серьёзно относиться. Такому человеку нужно помочь обрести нравственные и духовные ориентиры. Человек, который увлечён этой игровой зависимостью, чаще бывать на воздухе, на природе, бывать у святынь, у мощей святых угодников Божьих. Потому что, в принципе, если мы затрагиваем часто и такой вот ранний возраст, почему у человека возникает такая вот зависимость? Потому что родители не уделяют этому человеку, ребёнку своему время. Это болезнь неуделённого времени. Дома нету молитвы, дома нету духовности. Может быть, есть какая-то планка нравственности, но духовность — это бездуховная семья, которая живёт, может быть, какими-то житейскими проблемами. Но житейские проблемы, они должны, конечно, существовать, их нужно решать, но без Бога не до порога. Без Бога ничего не сделаешь. Потому что это уже доказанный факт, научно, можно сказать, доказанный. Утром такой человек, не обязательно ребёнок, это если и взрослый человек, то такой человек должен утром пить святую воду, крещенскую воду, натощак, с молитвой, принимать святую просфору, либо антидор, либо артос пасхальный, то есть в течение года как-то вот так разделить его, и чтобы это была такая вот духовная таблетка. Потому что нужно этим святым предметам, святым вещам придавать очень большое и важное значение. Это действительно очень такие вот сильные лекарственные средства для таких людей. Нужно осознать наличие проблемы и признать, что она на самом деле существует. То есть опять-таки избавиться от вот этой вот инертности, аназогнозии, то есть человек должен понимать, что это зависимость, что это болезнь. Когда у человека начнётся вот это вот понимание, он начнёт осознавать эту проблему, он обязательно постарается от неё избавиться. Человек должен обязательно поисповедоваться и причаститься. А ещё лучше поисповедоваться. Священник очень хорошо, если назначить ему какое-то правило, то есть назначить ему епитимию, её можно даже попросить, чтобы человек помолился, чтобы человек побольше пребывал с молитвословом в руках, чтобы он почаще постоял у иконы Спасителя Божьей Матери, Святителя Николая, помолился, позанимался богомыслием. Вот тогда вот эти вот тёмные силы начнут ли с этого человека, понимаете? Когда он совершит этот молитвенный подвиг, тогда нужно прочитать над ним, конечно же, молитву на разрешение от грехов и такого человека допустить к причастию. Если бывают очень такие запущенные случаи, ну никак с человеком не справиться, ну нужно уговорить хотя бы пособороваться. Почему? Потому что это очень сильная болезнь. И духовная болезнь, она лечится очень часто вот такими вот духовными методами. Всем священников собираются, это может совершить и один священник, и два священника, и над таким человеком читаются молитвы, определённые молитвы и посредством благодати Духа Божьего. Это всё происходит исцеление. Тоже покидают его эти тёмные силы, и такого человека после этого нужно причастить. Очень много, процент очень большой, можно сказать, исцелений. То есть люди очень часто бросают вот эту вот пагубную привычку. Ну, также такая вот проблема возникает у тех людей, у которых очень много свободного времени. То есть незанятое время, бездуховность, она вот приводит к тому, что человек открывает тёмным силам ворота своей души, своего сердца, и они там поселяются, размножаются эти бесы и живут с превеликим удовольствием. Поэтому человек должен понимать, что в принципе виной являются те, кто рядом с этим человеком, и сам человек. Нужно изменить себя и поставить, прежде всего, духовную сторону этого вопроса на первое место и пытаться её решить посредством духовника, естественно. Как человеку возможно выйти из запоя? Вы знаете, это очень такой вот распространённый вопрос. И действительно, человек, если находится в запое, то это страшная картина, я могу вам сказать. Но если человек находится в запое, не нужно забирать у него бутылку. Пусть он допьёт её, наконец-таки, там остаётся, если немножко, не нужно забирать. Но нужно за таким человеком следить, чтобы он не выпрыгнул, чтобы он не совершил какое-то противоправное, противозаконное действие, не убил, не побил никого, не замёрз, не сгорел, не провалился, не утонул. Очень много бытовых таких вот несчастных случаев, которые связаны именно с тем, что люди с нерадением относятся даже к своим близким, родственникам, и такие люди погибают. То есть нужно за таким человеком следить. Во-вторых, человека, такого пьяного лучше не трогать, если он уже спит, то следить за ним, чтобы он не захлебнулся, чтобы соответствующая поза при сне была. Вот, и чтобы такой человек, ну, вот эти вот естественные какие-то будут физиологические отправления, ну, нужно будет, конечно, за ним проследить и помочь ему переодеть, там, поменять, на чём он спит и где он спит. В-третьих, это нужно правильно оценить время, потому что человек никогда не захочет лечиться, пока у него не наступит период опохмеления. Вот эта головная боль, время, когда ему плохо, это самый лучший период, когда человека взять за руку, вызвать либо нарколога, либо бригаду скорой помощи. Не нужно стесняться этого, не нужно. Это болезнь, её надо избавиться. И человеку нужно оказать вот эту вот квалифицированную помощь. Лучше всего поместить этого человека в наркологический стационар, платный или бесплатный, там уже каждый человек решает сам. Бывает, кто-то хочет инкогнито это сделать, кто-то может и... Ну, в принципе, бояться не нужно. Если человек в зависимости, нужно от неё избавиться. Это первостепенный вопрос. Вот. В больнице такому человеку умереть не дадут. Соответствующим образом будет проведено соответствующее лечение, хотя бы покапают этого человека, назначат какие-то препараты, которые снимут у него вот эту вот тягу к спиртному. У него хотя бы не разовьётся осложнение типа белой горячки, потому что это уже повреждение головного мозга, которое требует уже очень серьёзного лечения в психиатрическом стационаре. Поэтому к этому нужно относиться очень серьёзно и лечить это заболевание, эту тягу на более раннем этапе. Бывают такие случаи, когда люди пытаются сами полечить такого человека и дать ему лекарственные препараты дома. Особенно люди, не имеющие медицинского образования, либо по совету родственников, либо по совету соседей, очень часто берут на себя такую смелость. И очень часто, бывает, люди умирают. От того, что, допустим, та же обычная стандартная доза успокоительного, снотворного, она для такого человека бывает губительная, потому что эффективность этих препаратов, она возрастает в 10, а то и в 30-50 раз. И это летальная доза для такого человека бывает. Останавливается дыхание, останавливается сердце, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность. Такие люди погибают. Это убийство получается, по большому счёту. Поэтому грех на душу не нужно брать. Может быть, это не раскроется, конечно. Подумает, что сам выпил или ещё что-то. Но, по большому счёту, если кто-то применил это средство, человек умер, то получается это убийство, по большому счёту. И за это придётся отвечать перед Господом. Поэтому брать на себя такую смелость я не советую. А вот позвать на помощь, никогда не надо бояться звать на помощь. Просите. Господа просите, людей просите. Мы люди, существа такие вот социальные, мы, особенно православные христиане, обязательно идутся люди, которые с удовольствием помогут, которые со страданием придут, помогут, принесут, переоденут, накормят. Но главное, надо понять, что не нужно бояться. Не нужно бояться самой болезни, не нужно бояться греха, нужно понимать, что от него надо избавиться, поисповедоваться, причаститься, загладить и сгладить его перед Господом. Ну и, конечно же, в самый такой вот критический момент, когда всё это происходит, если человеку плохо, либо скорую помощь вызвать, если она не приезжает, или долго не приезжает в такси, или ловите машину человека, помещаете в стационар. Когда привозят его в стационар, его обязаны будут принять либо в психиатрии, либо в наркологию, либо в общий стационар, но помощь оказать нам обязаны. Поэтому не нужно отказываться от стандартных методов лечения. Предлагают укол. Надо сделать. Есть практика у врача, есть результаты, обязательно нужно сделать. Потому что укол обычно действует, или имплантант полгода, но надо знать, что через полгода примерно надо продлить его. Потому что люди очень часто, бывает, заблуждаются. Говорят, мы оказывали человеку такую помощь, делали укол, но все равно это без толку. Ну, конечно, без толку будет, потому что эффективность препарата, она снижена, либо утрачена с течением времени. Ее надо просто возобновлять. Этим делом надо заниматься. Вот если есть проблема, ее нужно решать. И к этому надо подходить серьезно. Человек, который не занимается своим телом, вряд ли будет заниматься своей душой. Тут связь такая, понимаете. Если кто-то будет ссылаться на святых подвижников, которые якобы к своему телу относились, но они относились к своему телу, они не пренебрегали душой и не пренебрегали телом, как даром Божием. Они питали его, они понимали, что в этом теле есть душа, в этой душе есть дух. Они по-другому относились, они его не истязали наркотиками, правильно? Они не бичевали себя, они наносили себе увечья. Вериги — это тоже совсем другое дело, понимаете? Алкоголь нельзя воспринимать как вериги, потому что это надсмехание над теми святыми, которые ради подвига, ради молитвы, ради воссоединения со Христом применяли такие духовные методы. А алкоголизм, наркомания и курение никогда не были для человека веригами. Это страсть, от которой надо избавляться, потому что если человек будет рассматривать этот вопрос не с духовной точки зрения, то можно будет оправдать и убийство, можно будет оправдать и блуд, и прелюбодеяние, и все остальные грехи, если рассматривать с этой точки зрения. Нужно опять-таки убрать эту анозагнозию. Человек должен понимать то, что страсть нужно искоренить из себя. Поэтому люди, которые находятся рядом с этим человеком, должны этому человеку помочь. Они не должны его осуждать, они не должны его бить, без толку. Потому что есть такая пословица «Лежачего не бьют». Лежачего надо поднять. Если даже разбираться с ним, то уже на равных. Никогда нельзя над инвалидом, над больным человеком издеваться. А иначе это получается издевательство. Православным людям такое не пристало. Каковы основы пастырского душепечения при алкоголизме? Спасибо за вопрос. Дело в том, что алкоголизм — это очень серьезная страсть. Это очень такая большая проблема и социальная, и духовная. И среди православных христиан это тоже очень большая проблема. Дело в том, что я называю все-таки эту проблему не то, что у православных христиан. Я просто говорю, что чтобы православным христианином надо называться, нужно жить по-православному. Если человек не живет по-православному, то, извините, тут надо уже как-то в разряд, что ли, или после оглашенных становиться. Но, конечно, это условности. Человек, если крещен в имя Господа Иисуса Христа, он нам и брат, и родственник, и мать, и сестра по слову Христову. И за таким человеком нужно следить, за ним нужно ухаживать, его не нужно осуждать, его не нужно бить. Пастырский совет, ну, конечно же, он может складываться и на основе собственного опыта, но я все-таки предпочитаю использовать научный подход с точки зрения богословской науки, потому что очень много священников работает над этой проблемой, очень много результатов положительных. Поэтому я работал над этой темой и, естественно, могу предложить несколько вариантов этой пастырской помощи. Нужно помнить, что алкоголик еще страдает еще дополнительным букетом таких вот соматических телесных болезней. То есть там может быть и сердечные болезни, болезни легких, болезни печени, болезни внутренних органов. Поэтому это вкупе нужно подходить к этому вопросу, как уже к инвалиду. Человеку может быть не совсем дееспособному не только в плане самообслуживания, но в плане более глубоком, там очень глубокие повреждения, даже на уровне головного мозга. И здесь надо это понимать. Снисходительно надо относиться к этому человеку. С точки зрения оказания пастырской помощи я могу порекомендовать. Первое — это необходимо заставить алкоголика признать необходимость медицинской и духовной помощи. Потому что нужно избавиться от этой вот анозагнозии. Человек должен понимать, что он страдает болезнью, зависимостью, что он больной человек. Потому что любой алкоголик скажет, «Я могу как начать? Пить, правильно? Я могу, когда захочу, и бросить». Но это отговорка. Это вот анозагнозия, непонимание, либо желание представить себя непонимающим человеком. Но этот человек почти как наркоман. Он говорит обычные отговорки. Он никогда не захочет бросить. Поэтому происходит чудо, если человек бросает на какой-то промежуток времени. Но поверьте мне, что эти периоды ремиссии, они уже давно описаны. К этому надо подходить очень серьёзно. И в принципе, обижаются на меня люди, не обижаются на меня люди, люди, которые страдают алкоголизмом. Я им не верю. Понимаете, я всегда... У меня есть своё мнение. Они могут мне доказывать с сорвением, с пеной у рта, так сказать, с таким вот рьяностью. Но я имею своё мнение. И оно, прежде всего, подкреплено клинически. Оно подкреплено опытом пастырей, которые ведут вот этот вот мониторинг духовным, так можно сказать, и производят оказание вот этой вот квалифицированной пастырской духовной помощи. Второе — это необходимо заставить алкоголика прекратить выпивки. Ну как мы уже говорили, да? Вот когда это запой у человека. Потом необходимо человеку оказывать всё время пастырско-духовническую поддержку. От него не нужно отмахиваться, такому человеку нужно помогать. Потом человеку нужно помочь справиться с жизненным напряжением. У такого человека депрессии, стрессы. Естественно, нужно понимать, что, оказывая помощь духовническую, нужно прибегать и к наркологической помощи, и к психиатрической, если нужно, или к психологической помощи. То есть вкупе работать с бригадой православных врачей, либо какой-то группой людей, которые заинтересованы в том, чтобы избавить человека от этой страсти. Необходимо призывать подопечных к перемене образа жизни посредством слова евангельского, посредством своего образа жизни. Не дай Бог, какой человек увидит священника не в том состоянии, в котором он должен бы быть. Это очень сильно травмирует психику, прежде всего, этого человека. Будьте готовы к рецидивам, о чем я говорил. Любое вот это вот, так сказать, избавление от греха, казалось бы, оно всегда может дать вот этот рецидив. Может быть, через один год, через два года, через три года. Но бывают такие люди, когда дают зарок, там, допустим, на 10 лет. Через 10 лет они опять начинают, как ни странно. Поэтому нужно быть готовым к этому. Необходимо признать, что главное в пастырском душе попечении алкоголиков это благовествование и учительство. То есть мы должны приводить таких людей ко Христу. Существуют различные общества, анонимных алкоголиков. В принципе, я уже сказывался, что я не против того, чтобы люди посещали такие вот подобные общества, занимались своим таким вот, душевным статусом. Там не духовным статусом заниматься, душевным статусом, телесным статусом. Люди беседуют, люди поддерживают друг друга, пытаются помочь. Ну и, естественно, если есть такая возможность в крупных городах, либо не совсем крупных городах, попытаться все-таки попасть в это общество и получить какую-то помощь. Но человек должен бросить пить. А существуют ли правила или советы для людей с химической зависимостью? Да, конечно. Прежде всего, это духовные советы. И мы должны помнить, что человека нужно убедить в этом. Убедить своим словом, убедить своим силой своего воздействия, духовного воздействия, духовнического воздействия. Может быть, силой своего авторитета. Но мы должны помнить, что священник всегда должен быть на высоте, он должен показывать образ трезвения как телесного, так и душевного, так и духовного. То есть всегда находиться в молитве, в воздержании и быть примером для своих подопечных. Дело в том, что мы должны людям этим объяснить, что чем это может закончиться, жизнь при алкоголизме. То, что бывают рецидивы, то, что человек не должен оставлять лечение, то, что человек падает, если лицом грязь, его нужно поднять, умыть, помочь встать, опять-таки помочь умыться, причесаться и опять идти ко Христу. Это наша основная задача священников. Мы не должны их осуждать, мы не должны их бить, мы не должны их угорять. Мы должны попытаться донести им слово Христово учения, слово благодати. И тогда Господь для таких людей повернется и примет их, потому что, в принципе, они обижают Господа своим, таким вот отношением к своему телу, к Духу, к благодати Божией. Поэтому это очень духовная проблема. И здесь нужно понимать, что людям надо помочь. У них очень большое искушение выпить, большое искушение вернуться к этому образу жизни. Но надо менять не только обстановку окружающую, но прежде всего духовную обстановку внутри этого человека. Посредством молитвы, посредством поста, посредством вот этих вот духовных действий, исповедь причастия, духовная беседа, духовный мониторинг, духовное попечение. Священник должен знать свою пасту в лицо. Он должен знать каждого человека по имени хотя бы. А некоторые священники знают и по имени, и обществу, знают всех детей, знают, можно сказать, всю родословную того или иного человека или той или иной семьи. Каковы советы пастырского душевопечения женщине алкоголя? Дело в том, что женский алкоголизм, он считается очень таким вот глубоким алкоголизмом, сложным алкоголизмом. И для таких людей, вот женского пола, конечно же, есть и свои советы. В принципе, женщина очень часто бывает признает, что она алкоголик. Вот она загнозея, вот это вот, попытаться скрыть это или попытаться представить это в таком свете, что, ну, батюшка, не обращайте на это внимания, многие люди пьют. Это очень частая договорка. Или там просто махнет, рукой улыбнется, там посмеется и все. Но будет ходить, там пытаться причаститься, пытаться исповедоваться. Она не хочет понять, что у нее проблемы. Духовные, прежде всего. И то, что священник, как пастырь, не может ее подпустить ко Христу. Она должна исповедоваться в этом грехе, в том, что она пьянствует, но с пьянством там есть и блуд, и прелюбодейство, и воровство очень часто, и осуждение, и клевета, и много-много-много-много чего может быть другого. То есть большая куча, можно сказать, грехов спрятана в темном шкафу. Поэтому нужно попытаться помочь этому человеку, женщине помочь, попытаться разобраться, что у нее беспокоит, что у нее внутри. Попытаться оказать ей вот такую вот духовническую помощь. Ну и, естественно, не нужно отмахиваться от людей. Сказано же в Писании, апостол Павел сказал, что к женщине нужно относиться с уважением, особенно если эта женщина пожилая, да, бывают очень часто пожилые женщины, страдают алкоголизмом. К ней надо относиться как к матери. Ну не знать, что там, как к родной матери, но как к человеку, который носит образ матери. Да, то есть знать, она к чья-то мать может быть, или она чья-то дочь. И нужно помнить, что Господь спрашивает нас за каждую душу. Если мы будем говорить о пастырском душеповещении в пожилом возрасте, здесь какие основные моменты? Здесь дело в том, что люди, которые страдают тоже алкоголизмом в пожилом возрасте, они очень часто бывают, как бы вам сказать, израсходованный, можно сказать, материал той системы, в которой они находились. То есть люди занимали какую-то должность гражданскую, может быть, это какой-нибудь начальник, или подчиненный, или даже самые низшие социальные слои, они при потере работы, при каких-то депрессивных состояниях, психозах, очень часто попытаются найти свое успокоение на дне стакана. Очень часто это все начинается безобидным, казалось бы, пивом, заканчивается вот это вот зла с частной водкой, а то еще и хуже бывает. Очень часто принимают различные жидкости, которые носят такой технический характер, при этом они убивают свою иммунную систему, печень убивают, в прямом смысле этого слова, головной мозг, то есть люди страдают уже соответствующим неврологическим профилем, психиатрическим профилем. Нужно помнить об этом, если человек приходит к священнику с помощь, с просьбой о помощи, прежде всего необходимо все-таки священнику знать либо телефон службы социальной помощи, социальной поддержки, либо православной социальной помощи, или хотя бы человек, если приходит попросить денег у священника на хлеб, денег не надо таким людям давать, надо собрать сумочку, продукты, может быть, соленья какое-то, чтобы человек покушал дома и попытаться этого человека привлечь к приходу, потому что очень часто нужен либо дворник, либо помочь покрасить, либо очень много хозяйственных вопросов, которые можно при помощи людей решать. Не нужно все упираться в оформление трудовых соглашений, абсолютно это не нужно. Нужно к людям проявлять человеческие, людские качества, и они обязательно расцветут в этом палисаднике. Нужно храм и прихрамовое хозяйство это своего рода такой вот палисадник. И вот эти росточки, цветочки в виде грешников, их нужно садить в этом палисаднике, и они обязательно расцветут и дадут очень красивый цвет. И бывает очень часто удивляясь, когда кто-то говорит, а это такой алкоголик, а это там женщина падшая, а это падшая и алкоголичка. А вы знаете, когда приходишь в храм и видишь совсем другого человека, мне как священнику абсолютно всё равно, какая у неё деятельность была, занималась ли она алкоголизмом, наркоманией, другими какими-то падшими формами поведения. Меня это не интересует. Я вижу человека сейчас, я вижу его стремление прийти ко Христу, и я должен всячески, всячески поддержать его на начальных путях. Ну и естественно, если она уже укрепилась в жизни прихода, то, конечно же, её поддерживать, не выделять среди других, не возносить её, она такая же, как и все остальные, не нужно её дискриминировать. Дискриминация в церкви недопустима. Какова пастырская душа попечения при наркомании? Наркомания, она вообще является очень такой вот сильной зависимостью, потому что, в принципе, мы уже рассматривали так сказать, патогенез этой зависимости и духовной, и физической. она затрагивает очень серьёзные структуры головного мозга. Господь наладил очень сильную такую тонкую последовательность в виде таких вот микроскопических нейронов, там очень тонко отрегулирована система поощрений возбуждения в головном мозге. Если изучать вот эту вот систему, то диву даётся, как это всё работает. И то человек до конца ещё не изучил головной мозг ни с материалистической точки зрения, ни с духовной тем более. Но диву даётся, как Господь вот устроил это всё тонко. Дивно дела твои, Господи, вся премудрость сотворилась. Мы такое слышим в псалтыре. Поэтому, когда человек пытается химическим способом изменить что-то, вызвать химическое счастье, то естественным образом он нарушает вот эту вот тонко выстроенную ниточку, последовательность системы, которая работает на удовлетворение, либо на печаль, либо на получение эмоций, либо на получение возбуждения. То есть физиологическая сторона здесь она проявляет себя вовсю, когда человек пытается при помощи химических агентов, наркотики, это химические агенты, причем грязные такие, грубые. И человек получает вот это кратковременное счастье. Мозг начинает импульсно работать совсем в другом режиме. Рецепторы и каналы, которые качают эти ионы, они захлебываются, устают работать, и таким вот образом ломается вся система. Человек получает счастье, кратковременное, ну пусть оно продлится даже час, ну пусть оно продлится даже несколько часов, но страдание несоизмеримо тому счастью, которое они получили. Хотя, в принципе, если, понимаете, счастье рассчитано на то, чтобы человек получал его в течение какого-то времени, да, он это счастье израсходовал на 10 лет вперед, понимаете, и нервная система истощается, возможности нервной системы сходят на нет, и такой человек страдает. Нарушение со стороны центральной нервной системы, периферической нервной системы, плюс пакет дополнительных болезней, вирусной инфекции, плюс пакет дополнительных грехов с этой наркоманией, и пастырю приходится очень часто работать с такими людьми, которые в принципе бывают и непоправимы. Но не нужно опускать рук, ни в коем случае. Очень много людей, которые выходят из наркомании, из этого состояния, бросают ее, избавляются от многих недугов, бывают живут и с инфекцией, и с гепатитом, и другими инфекциями, бывают в пред спидовом состоянии, бывают и выходят из этого состояния. То есть не обязательно спид ВИЧ вызывает. Сама наркомания способна при помощи химических агентов вызвать подавление иммунной системы. И человек заболевает любыми болячками, которые для нормального человека с нормальным иммунным статусом, для такого человека наркоман. Это является убийственным. Поэтому священник он должен прежде всего опять-таки найти духовную сторону этого вопроса. Потому что нас пугает, что физическая расправа здесь, при жизни, и естественно, что там, если человек пострадал от этой наркомании, что там, Господь его пожалеет? Не думай. причем уверен, что такие люди попадут уже в ад. Это прямая дорога в ад. Поэтому человек должен опять-таки избавиться от этой анозагнозии, от этой инертности. Он должен понимать, что он получит здесь уже воздаяние за свое удовольствие. Неправомерно, выкрадное. Это выкрадывание удовольствия из рук Господа. Господь должен это все дать. Вот это счастье, духовное счастье. Он пытается это материальное, материалистическое счастье заменить и выкрастью Бога. Поэтому пастырь должен прежде всего объяснить этим людям, что невозможно обмануть Бога. Это самое главное. С Богом эти шутки не проходят. Пастырь может помочь человеку избавиться от наркотической зависимости тремя способами. Это поддержать его духовно, стараясь привести ко Христу, как я уже говорил, помочь ему связаться с реабилитационным центром для наркоманов, там он станет на путь избавления от недуга. Это действительно так. Не нужно подвергать критике, сомнениям, надо делать, надо брать и делать. Дорогу осилит идущий, это каждый знает. Опекать его до тех пор, пока он не поймет, в чем суть христианской православной веры. И православный христианин, он отличается прежде всего настойчивостью, прежде всего умением найти общий язык с любым человеком, с хорошим или плохим, с почетным или изгоем. Поэтому для нас нет разницы, для нас важно сердце человека, а там уже как Господь откроется ему, нет, но мы должны повернуть его лицом Господу. Нужно быть к этим людям сострадательнее, причем это сострадание должно быть искренним, духовным, душевным, но и телесным. Человека надо умыть, накормить, какой бы он ни был. Валяется в грязи после удовольствия в ломке, ну нельзя проходить мимо, нельзя говорить, вот ты получаешь эту награду за свой грех. Ну понятно, что он получает, но ты-то кто, чтобы его судить? Ты должен помочь ему. Никто не знает, как сатана к тебе придет и как она тебя сатана, он истязает. Поэтому мы должны помнить это. И этот человек побывав в грязи, как его многострадальный, может потом еще и тебе какую-то помощь окажет. Может быть не материально, но духовно, это точно. Поэтому каждый человек должен помнить, что относиться нужно к своему собеседнику так, как бы ты хотел, чтобы к тебе отнеслись. Собеседник твой должен понять, что он несет ответственность за то, что с ним случилось. Это естественно, и это надо ему помочь понять. Это потому, что люди очень часто не хотят этого понимать. Просто не хотят. Они, может быть, как-то на подзазнательном уровне понимают, но не хотят понимать это в полной мере. Нужно объяснить, что наркоман должен оставить свое бывшее окружение. Очень часто окружение, оно развращает, вот, худые сообщества, да, сказано в Писании, развращает добрые нравы. Нужно быть готовым священнику, прежде всего, взять инициативу в свои руки для того, чтобы определить этого человека, куда? В реабилитационный центр, в клинику наркологическую, либо, ну, взять вот эту вот последовательность действий в свои руки, ну, и помочь. Потому что очень часто в семье, ну, такие семьи очень часто олигофриноподобны. Не нужно бояться этого термина, это научный термин, может быть, он неблагозвучный, но научный. И люди просто-напросто не понимают всей глубины и сути проблемы. Нужно брать свои руки и помогать этим людям, просто-напросто брать за руку и вести. Не нужно обещать найти такого врача, который окажет ему эту помощь. Нужно сказать, что я постараюсь все сделать, чтобы тебе было легче. Нужно молиться, прежде всего, священнику вместе с этим собеседником. Нужно научиться молиться этого человека, хотя бы так, как он умеет. Но если священник хорошо молится, то он обязательно научит этого человека тоже молиться. Таким образом, вы знаете, в заключении хотелось бы сказать, что задача духовника это исцеление души человека посредством церковных таинств, посредством пастырского такого вот совета, душепопечения. Это перерождение и избавление от греховных пристрастий путем их осознания. Поэтому пастырю следует помнить, что при совершении таинства покаяния особое значение придается молитве личной жизни пастыря, посту его духовной силы на воздействие вот этого, можно сказать, пациента духовного. Поэтому пастырь, как врач, должен понимать, что он в ответе за людей, которые к нему обратились и даже в ответе за тех людей, которые являются его потенциальными пациентами, он должен говорить о Христе не только в стенах храма, он должен залезть на стену храма и кричать всем «Придите все ко Христу», как завещал нам и заповедовал нам об этом сам Христос своими Евангелиями. Поэтому мы ни в коем случае не должны отворачиваться от этих людей, которые пытаются найти помощь, которые пытаются найти поддержку в лице пастыря. И Господь, когда видит, что его овцы теряются, Он очень сильно спрашивает с тех, кто пасет этих овец. Он может Господь этих овец помиловать, потому что что с овцей возьмешь? А вот с пастыря так ударят этим посохом, да еще и осудят и на вечные мучения отправят. Поэтому пастырь должен иметь страх, вот именно этот вот Божий страх. Мы должны бояться, пастыри, прежде всего оскорбить и обидеть Бога вот своим вот этим вот небрежением к тому стаду, которую Он нам предпоручил. Бочек, а насколько допустимо самолечение? Вы знаете, самолечение в этой ситуации я бы сказал бы недопустимо, потому что в принципе люди, которые хвастаются, обохвалятся вот этим вот самолечением, ну вы сами видите, что может быть они на какое-то время вошли в период ремиссии, но вместе с тем эти люди они не избавились от духовной проблемы, потому что допустим период ремиссии может завершиться у таких людей проявлением других грехов, может быть менее таких вот зловредных, но может эти грехи присоединиться еще и другие, то есть человек открывает свою душу для других бесов воровство, убийство, прелюбодейство, блуд, то есть это всегда вот в этой связке идет, поэтому все-таки духовные проблемы они должны решаться при помощи пастыря, а пастырь в связке уже со специалистами он не должен стесняться, он должен в своей команде в храм приход это команда все-таки такая вот, которая направлена на то, чтобы людям нести духовное благо и пастырь должен понимать ответственность и он должен любить свое дело и тогда вот когда в том или ином месте когда лучше когда во всех местах вот будет такое вот понимание со стороны пастыря когда у пастыря у самого не будет вот это вот инертное аназогнозей он должен будет понимать свою сущность и предназначение тогда я думаю Господь все-таки помилует и тех и других и откроется им в полноте своего такого вот божественного бытия любви и радости уважаемые телезрители я напоминаю что наш сегодняшний гость доктор богословия клирик храма святых Кирилла и Мефодия украинской ужгородской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия московский патриархат врач-специалист в области организации здравоохранения архимандрит Александр Клова батюшка время наша беседа уже подходит к концу в завершении благословить наших телезрителей пусть Божие благословения покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами большое спасибо всего вам доброго уважаемые телезрители до новых встреч до новых встреч